Сделано в ветке Ну, поехали Ну, вот что, интересно Всегда 89-е события Растут снежный ком И если какой-нибудь сонный, благочестивый, брежний И там, 75-е, но с натягом 85-е Можно было спокойно, неторопливо говорить о всех событиях То здесь их столько, что я боюсь Вот мы уложимся сегодня на одну передачу Ну, ладно, сделаем продолжение Поэтому, может, поменьше будем говорить о международных событиях Ну, мне кажется, в 89-м году вообще международное событие Даже для нас-то всех немножко задний план это шло Потому что столько всего происходило в СССР Да, поэтому события нарастали Да, не только в СССР, а и у нас в ИГОД начался Вот я вспоминал, мы в прошлую передачу Про первую неформальную демонстрацию Какой она шок произвела в 88-м А в 89-м уже, в принципе, появился формат Несанкционированные митинги А они тогда все были, еще закона о митингах не было Они все были несанкционированные, поэтому Поэтому, власти, я помню, был такой митинг на стадионе Возле... На Первомайке На Первомайке, да, очень большой там был человек Пожарный там зимой, когда полный стадион народу Приходил первый секретарь об Кумас Мининг И что-то пытался бубнить Вот совершенно зря он, конечно, выходил Он оправдывался Им положено было Тогда был приказ выходить к народу общаться В партии делит каждый вагон сахара Отправляя в районы, там, где нету Ему кричали позор, позор Свистели Ну, вот раньше не было Это, конечно, в Ирове Вот, наверное, один из первых их был митингов Ну, очень много Там было очень много тысяч человек Я не помню, там чуть ли не 20 тысяч Целый стадион был Это разово, где-то вот раз в это время Да, я помню прекрасно, я был на этом митинге В марте И потом мы печатали у себя стенограмму Поэтому власть выглядела Ну, жалко и растерянной Вот, а когда власть пытается оправдываться Она теряет всякий авторитет Вот, и все было ясно Что долго этим ребятам не продержаться Вот, когда-нибудь у нас Верхуш сядет в самолет В свои супербизнес-джеты В самолеты улетит И есть пример Так же, вот, останется С глазу на глаз Руководство с хмурым народом Который спросит, где все Пример был Тогда это было первый раз Теперь уже, в принципе, пойдет По второму Ну, в Ирове дефицит Дефицит нарастал Если без талонов Можно было упить Кровяную колбасу Там по 30 метров Утки Куры Вот, вот Морская, что ли, там Много-много Вечно зеленые помидоры Да, помидорки стояли Березовый сок стоял Консервы Завтра туристы Стояли горами Это Я помню, да, было просто Засилие вот именно этих Вот морской капусты Очень-очень много выкинули Видимо, все запасы Стратегические морской капусты Целые витрины были Ну, чтобы хоть чем-то Не, ну, в конце концов Морская капуста Полезная вещь На фоне этого были Лихорадочные попытки Что-то изменить Внезапно А я помню, еще в 89-м Приезжала делегация Изуев и первый секретарь Местного района Комсомола Он приводил статистику Что В этом году Изуев и выехала Столь этот человек В прошлом Столь это В позапрошлом Столь это Еще 15 лет Изуевку можно Закрывать Вот по тем временам Это было тоже Что-то новое Раньше эта информация Не транслировалась Теперь же Вот стали озвучивать И люди просто Были чрезвычайно Удивлены И шипированы Как же мы живем Когда были проблемы Экологии Транспорта Все-все-все Что замалчивалось Вот Тут же Прошла волна Реабилитации Статьи о репрессиях Появились Я помню так Что Вот горжусь До сих пор Написал свою Маленькую повесть Литературная группа Об арестах Ировских писателей Подонос Валдана Семенова Вот где-то В эти же дни Вышло Три разворота Было в газете Комсомольское племя И С утра Сметали В иосках Приходили Вот люди Специально Там Был такой Маленький Триумф Ну А у нас Чтобы В общем-то Что-то наладить Появил Вдруг Внезапно Появилось Такое Явление В 89-м году В область Стали вводить Военных Дорожников Сейчас Вот Подзабыли Но Видимо Поздно Спохватились Когда уже Пить боржоми Поздно было Когда там Что-то отвалилось И вот Видимо Решили удержать Чтобы Остат народа Не разбегался Из Их-то районов И поэтому Вообще Всюду По Бывшему СССР По-моему Создавали Эти военно-дорожные Войска Туда гнали Из всех родов Войс Авиаторов Десантников Даже моряков Но Сами понимаете Что Кто туда попадал Во-первых Что нам не гоже Безусловно Ну были Конечно Хорошие Умные Талантливые Люди С инженерным Образованием Мне приходилось С ними встречаться Но в основном А солдати И были Совершенно безропотные Солдати Из Средней Азиас Их республи Вот У нас И две бригады Это Взуев И Фален Где-то Они уже Под осень Стали въезжать Был холод Грызище Кто-то Из офицеров Ехал за квартирами Потому что Обещали Строить Целый город И вот Я помню Это собрание Холод Солдати И грязные Чумазые Палатки С печками Столовая Вот уже Большой шатер Палатка Вот прямо Каша Этот жир Там Застывал На ходу Они сидели Не давали Приезжал Такой Очень был Желчный Всегда Недовольный Раздраженный Такой Из-за Кома партии Не буду называть Фамилию Кому надо Те вспомнят И вот Он Очень злобно Выступал На собрании Видимо Офицерском Собрании Там И руководство Района Было Все Что Ни их Вам Сроков На обустройство Ни их Вам Домов Гнать план Гнать план Строить дороги Строить дороги Вот так и гнали Ну Армия Занималась В основном Обеспечением Стройматериалами Гоняли Там Пояс Вертушка Называлась Там Какой-то Щебень Возили А строила Бригада Типа Кооператива Вот это Конечно Были люди Профессионалы У них Я помню Был деревянный Сортир И висела Табличка Место отдыха Работали Ребята Чуть не по 18 часов В сутки Тянули Дороги Но дороги Конечно Может быть И получились Но Вот я Не сказал бы Что Какую-то Погоду Они Сделали В климате Потом Эта армия Рассосалась Там были Уголовные дела По продаже Техни И по Каким-то Махинациям Вот Но вначале Вот они Ломанулись Конечно Была и фрия Что сейчас Все районные Живут Вошли военные Заживут Не Не было Я помню Вот был Там начальник Этой Зуевской Группы О Черный Такой И у него Солдат Типа Ординарис Писар В штабе Какой-то Видимо Хитрый азиат Он Был Настоль Подобострастный И вежливый Он обращался На вы Не только Начальству Но и Его Вещам И говорил Товарищ Ваш Рандаш Упали Вот Хороший Ординарис Вышкаленный Так что С одной стороны Еще власть Чего-то пыталась Изменить Что-то У нас сделать Второе явление Наверное Не уступающее По Трагизму По Какой-то Вот действительно Небывалости Своей Это В 89 Году В Иреве Появились Первые Вьетнамцы Первые Гастарбайтеры Вот Поэтому Согласно Международному Соглашению С Вьетнамом Посел Эминтерны Вахруши На Ожевенные Заводы Учиться Профессии Прилетели 800 Вьетнамцев Это были Ветераны Войны Подростки Оставшиеся Сихотами Вот Говорят Что они Настоль Были Измождены Голодные Несчастные Что Когда их В победил С самолета Саживали То многие Падали В голодный Обморок Не могли Идти И вот Этих Маленьких Вьетнамцев Их отправили Расселили По общагам И Ну Дали Четыре месяца На Обучение Языку Чтобы Худо-бедно Хоть что-то Понимали И профессии И отправили На самые Тяжелые Работы Вахруши Отправили В Коминтерн И отправили На кожзавод И на метад В Ирове Поселились Они В общаге В Ирове На улице Ленина В общаге В Коминтерне Местные Парни Интересно Маленькие Вьетнам И они Лазили в окна По веревкам В эти общаги Вьетнам Все Не все Но Часть Точно Старались Зарабатывать Всеми способами Вот Но В цехах Было Ужасно Вот Я был Смотрел Эти маленькие Вьетнамцы Они тащили Эти мокрые Огромные Соленые Шкуры Куда-то Их заворачивали Куда-то Их В помещении Без окон Без вентиляции Складировали В общем Жуть Видимо Русский Человек Уже не Выдерживал Даже Эти бабки Пенсионер Этого Раньше Они Закончились А Вьетнамцы Они тянули Вот Огонию Этих Меховых Производств Они Все Сдержали Потому что Энтра Балдия Уж и на Четыре Года А Парни на Пять Лет Самое Интересное Что Этим Вьетнамцам Нельзя Было Отправлять Деньги В Вьетнам На родину Вот это было безумие Заключили договоры с Вьетнамом Чтобы заработать Чтобы помочь семьям Вроде дружественная страна Там Страна там Чуть ли не социалистическая Ну тогда была социалистическая Еще да Вьетнамцы стали покупать В магазинах Все что Пользовалось Спросом во Вьетнаме Это Алюминиевые Острюли Ведра Холодильни И мотоциклы Но Отправляли Антеннерами И вот Был момент Что Ну это Немного Позднее Чем 89 Потом Зарубили Был огромный скандал Что им запретили Вывозить те же холодильни И мотоциклы Когда издали там Постановление Помню что из области Ничего там Даже Покупать можно Только по паспорту А за пределы Ничего не вывезти Вот Это уже Когда и таможня Образовалась И все Ну это поздно Самое печальное Что Вернуться Удалось Не каждому Тоже довольно Оригинально Поступила Вьетнамская сторона Что сюда Она забросила Этих Вьетнамцев А обратно Во Вьетнам Отправить денег Не нашлось У них Вот за свой счет Тоже не Могли улететь Поэтому часть Осталась Нелегальна Кстати В том же 89 У ЦУМа Возник Первый Стихийный Вьетнамский Рынок Который Положил Начало Вот этому Многолетнему Да Уличной торговли Все Рынку Уличному Ну они просто По русски К тому времени Уже вспомню 89 год Там местные Бабушки Во всю сидели Торговали Уже И сигаретками Приторговывали Которых в магазинах Не было Вот этими Турецкими И вообще Прочее Это уже Было То есть Вьетнамцы Просто присоединились А теперь Я думаю Есть уже И потом Ассимилировались Многие Да Здесь остались И живут Работают Но вот Какой шаг Сделал Вьетнам От нищей и голодной страны До в принципе Нормальной обусловленной страны С развернутым Туристическим Бизнесом Вот А тут Вьетнамцы Не вьетнамцы Но Все равно Вот Люди были Ну Скажем Опьянение Свободы Вот эти митинги Можно было Спокойно читать Архипелагу Лаг Хотя за просмотр Порнухи Можно было Еще получить Реальный срок Там И за все прочее Вот такой Контраст Ну Немного К миру Вернемся Все-таки Что же Проходило В это время Президент Буш Умудрился Сказать о том Что он Ненавидит Капусту Брокли И никогда Есть не будет Упали продажи А поставщики Брокли Заявили протест И отправили партию Капусты В Белый дом По-моему Даже свалили Там перед входом Несколько Грузовиков В Югославии Начались проблемы С Косово Потому что Парламент Скупщина Назывался Парламент Югославии Вынес решение Ограничивающее Права Автономного Автономного Начались беспорядки В Польше Чуточку Раньше нас Вот можно было Понять К чему Все это Приведет В Польше В 89-м Отменили Государственное Регулирование Цен на продукты Питание Конечно После чего Стоимость Продовольствия Выросла Более чем На 500 Процентов Да В 6-7 раз У нас Ну не на 500 Ну там Смотря на что Смотрели Где-то Ну бутылка пива Была 50 рублей Стало По-моему 150 Она была Сколько Копеек Еще Погоди Еще В 89-м Году Еще Копейки Были События Года Свыше Двух Миллионов Граждан В том числе И русскоязычных Проживающих В Прибалтийских Республиках Выстроились В одну Непрерывную Живую цепь Отмечая Подобным Образом Пятидесятилетие Заключения Пакта Молотой Ребен-Тропа Привел Этих Двух Республик Да Фотографии Сейчас Выкладывают Конечно Два миллиона Людей Вот Какое Было Единство Собрали Ну Райан Если Ну в Ирове Ну понятно Дефицит Против чего Протестовали Против Конечно Там Социальная Несправедливость А в чем Ее видели То что Вот Я помню Там Сер задевала В обкоме И получают Там Это Это несправедливо Спецраспределителей Да Вспомните Те же Квартирные вопросы Когда там Получали По квоте В любом новом доме Получали работники обкома Но это не афишировалось Да То есть Сдавали дом Сдавали дом Для Скажем Работников Красногорского И вдруг Оказывается Что в том доме Прописаны Дети Первого секретаря Обкома Каким-то образом Хотя там Красногорскому Условно Об этом очень много было Дописали Но каждый по-своему Боролся Кто-то За полную отмену Был такой Это у нас Заместитель Начальника управления Культуры Знаменитейший Евгений Тимофеевич Дерешев Который боролся За то Что почему Начальник отдела Там и выше Получают Большие И рядовые сотрудники Получают Маленькие Маленькие За равенство Пайков боролся Евгений Тимофеевич Но это сейчас смешно По тем временам Это интересно было Сейчас это уже забавно В этом же году Началось Разрушение Берлинской стены Вот сейчас Помню Смотрел я В программе Взгляд Поздно Ночью Там смотри Вот что интересно Да началось Там еще до этого Я тоже вспомню Тоже это показывали Я даже не знал об этом Сначала перед тем Как убрать берлинскую стену Убрали колючую проволоку Между Венгрией и Австрией И получилось вот что Венгрия с Австрией Открыли границу Доступ свободный И люди из Германии Побежали в Венгрию Чтобы из Венгрии Убежать Через Австрию В Германию И потом еще и Польша Вот это было Я сначала не очень понимал Что там происходит Потому что я не знал Про этот Про то что убрали Колючую проволоку Вот То есть до Берлинской стены Еще как бы Одна была нарушена И уже отток Пошел людей То есть они Из Германии Ехали в Польшу Из Польши Ехали в Венгрию Из Венгрии Убегали на запад уже И потом уже Стали рушать Берлинскую стену Потому что она уже Никого не держала Классно ломали Она вся была уже В граффити Там жгали фаеры Были И это дымы И апофеоз Все это Это живой Инсерт Флойда На руинах этой стены Когда они спели Своего ролла Там песня Вот это было Конечно Запоминаю Очень Запоминающийся Момент Ну в Румынии Революция в 89 году Ну это в самом конце уже Да Рейтинги были 98% Всенародная любовь И ликование И в одно Часи Очень быстро Очень быстро В течение недели Там И насколько я вот сейчас помню Потому что они вообще Расстреляли вообще в один день И вместе с арестом А там за неделю В течение недели Упал режим Вот буквально Там сначала послали армию Разгонять какую-то демонстрацию Потом армия перешла На сторону демонстрантов И через день уже Чаушевскую жену арестовали И тут же в тот же день Расстреляли В Китае В Китае собирался улететь И тут же расстрелян вместе С женой Вот у нас же конечно Полыхали Краины Вот это И в прошлом году Мы вспоминали Началось В Карабахе Тут же Были Огромные Волнения В Баку Связанные там Там погромы были Истреблением Там погромы были Армян там В 89 году Была тоже еще Большая кровавая вещь Это в Тбилиси В Тбилиси В Тбилиси разгоняли Огромную демонстрацию Да 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 Там по-моему Сколько-то погибло человек Понимаете В Кубом пытались Вначале Конечно Погасить И методами Что в Тбилиси Забивали лопатками Там И Но это в следующем году Уже было В Вильнюсе Там В Прибалтии Но Горбачев Все-таки Понял Что вот Кровь Кровь будет Немеряна Если продолжать И поэтому Он сдал позиции А вот если Вот я Задумываюсь Если вот Нынешняя власть В такой ситуации То сколько бы Было последствий Ну это ладно Наши войска Советские Были выведены Из Афганистана В 89 Окончательно Да В 89 Кончился Закончился вывод И впервые В 89 После той Партаконференции Впервые в СССР За всю его историю Состоялись Выборы Народных депутатов На которых Было представлено Реальное право Выбора Из нескольких Да Это были первые Выборы Они по-моему По весне Где-то они проходили При этом Ельцин Набирал Огромную популярность Он до этого За 17 месяцев До этого события Он был исключен Из Политбюро Был опальным Политиком Новым Овсэм округе Он набрал 88 И тогда же Начались Великие заседания Съезда народных депутатов Которые Помнишь По телеку Показывали В прямом эфире Да Пытались захлопывать Сахарова Да Там и Сахаров Афанасьев Был Вот эти все Политики И тогда же Впервые У нас Как бы вообще Прозвучало слово Оппозиция Потому что Там организовалась Как эта группа Называлась Межрегиональная Депутатская группа Которая была Как бы уже Оппозиция До этого У нас вообще Не было публичной Политики А тут еще Сразу и Оппозиция Появилась Понимаешь Это было интересно Это транслировали По телевизору Ну куда бы делись Ведь тем не менее Вот везде По районам государства Вот В такой ситуации В ряде Ну бывших Республиках СССР Появились Неформальные Легализовались Точнее Они появились Это раньше А легализовались Неформальные Движения Это союзисть В Литве Рух на Украине Народный фронт В Беларуси В общем все было Почти В Польше Сбылась Это Частушка Передайте Ильичу Нам Заводку И Десять По плечу Если будет больше Сделаем Как в Польше Да Наряду с Программами Взгляд И прочими Вот смотрели Эти съезды Депутатов Это конечно Там было Интересно В прямом эфире Смотреть Вот ту политику Когда еще На самом деле Споры были горячие Затопывание Там различные Высказывания Это было любопытно Наблюдать Это хорошо смотрелось Рейтинг Был высокий Казалось что они Всегда будут Вот вместо Одобрямса Вот этих Брежневских съездов Всегда вот будет Что-то такое Происходить Бурное Всегда Да и вот Все это У нас Изменилось Трагедии года Или после Ну у нас наверное Можно начать Сейчас посмотрим На часы Еще есть пара минут Давай Ну нельзя Нельзя Не упомянуть Что Вот В 89-м Под Уфой Из-за утечки Газа Произошел взрыв В момент прохождения Встречных пассажирств Их поездов Новосибирск Адлер Адлер Новосибирск Видимо Была низина Где-то В низине Скопился газ Хотя тут Замечали Вот Даже сообщали Что пахнет газом Но Мер не приняли И был огромный взрыв Хотя погибло 575 человек 623 получили ранения Пытались Скрыть Пытались Этот факт Замалчивать Но тем не менее Все-таки Уже была Голосность Вот все это Всплыло Но Последствия По-моему До сих пор Это до конца Не расследовано Вот это Ладно Вот Итай Знаменитый Итайский разгон Студентов На площади Тянянмэни В 89-м году Несколько месяцев Ну Можно сказать Был Итайский Майдан На этой площади Были палатки Были студенты Все Властям Надоело Конечно Итай Очень Жестко Отреагировал Когда Запустил Там На Студентов И Студенты Требовали Демократизации Политического Строя В принципе Итай Этому Пришел Но Зачем Надо было Убить 3600 Человек Вот Слава Богу Позже В Москве Без этого Обошлось Видимо Все И они Знали Что может быть На примере Этого И Покойный Ныне Язов Задумался Чему Может привести Там Штурм Тем не менее Вот Для Итая По-моему До сих пор Для многих Травма Психологическая И большой Провал Политики Ну и В Англии На полуфинальном Матче Между Обами Ливерпуль И Неттингем Форест На стадионе Хилсборо Погибли 96 болельщиков По-моему Что-то там Случилось И обвалилось И давка И драка Я уже Сейчас точно не помню Несколько таких Трагедий было Но в Англии До сих пор Это Как бы Годовщину этих Трагедий Там с Траурными Повязками Выходят Играть Футбол Ну и Такая Предтеча Курс В 89 Утонула Советская Подводная Лодка Комсомолис Комсомолис Да Погибло 42 Человека Тоже Об этом Особо Много Не сообщали Жень Сделаем Перерыв После Трагедических Новостей Вернемся Я думаю Более Позитивным Продолжаем Весенний Арт Маркет Ярмарка Хендмейда Где можно купить Необычные Оригинальные Подарки К 8 марта Это очень актуально Ну и заодно Послушать музыку Вкусно перекусить Вход свободный С 11 до 6 вечера А мы вернемся В 89-й год Здорово Отмечали 8 марта В 89-м Отоваривая Как пел Иван Глухов Отоваривая Праздничный эталон Отоваривая Праздничный эталон Да Иван Глухов Уже пел Уже Тогда Это называлось ЧМО В 89-м Это было ЧМО Имени Скворцова Степанова Вот Ну вот Если Не оттепель То А ну не оттепель Это вот Сейчас Вот видимо Вот Вся Ситуация Была похожа На сегодняшнюю погоду Что вроде бы Что-то тепло Вроде бы Холодный лед Под ногами Ну по крайней мере Когда был Вот этот митинг Которым ты уже говорил Да там на самом деле Такая же была Точно погода Как сейчас Я это помню Потому что было Ветрено Было сыро снизу Было прохладно Вот такая Очень неуютная Была погода Тем не менее Там Огромное число Людей собралось И никто не уходил Там до конца В 89-м году Навят И впервые Официально Разрешили Ресный ход Велик То есть Как бы Разрешили Снова После многих лет Перерыва Скажем так Возродили До этого Всячески Препятствовалось То есть На самой поляне Объявляли Учения По гражданству И обороне Гнали туда Целую тучу И пажей Там милиции Из УВД Вот я помню Что Ну в милиции Тоже разные люди А то-то старался Всячески Избегать Вот их командировок А то-то Наоборот Это было хобби Этих несчастных Бабок Ловить И гонять Вот А эти старушенцы Они-то В черных Их-то Шушунах Там платках Они шли Такой кучей Шли-шли-шли Там проходили мост За ними ехали Машины Милиции Они уходили подальше За глаз Столой Куда-нибудь Проходили Минтерн В сторону Бобина Тут машины Выезжали вперед Их всех И дали Фургоны Вытрезвителей И везли обратно И снова высаживали Перед мостом Здесь бабки Эти разворачивались И снова Снова шли И снова шли Шли-шли И опять их сопровождали Опять их там Ловили Опять везли обратно Но кто-то Что-то Типа учения Рвали взрыв Поэты Стреляли Холостыми Из автомата Выгоняли Этих Старух Они все равно Лезли Под этот корень Ночью Ночью Были песнопения Где-то У эстрау Свечей Даже Дороги Были перекрыты Под видом Ремонта Дорог Получал У меня Случайно Документы Есть Где получали Взыскание Большие Чины Из обкома Партии За Слабое Перекрытие Дорог И то Что вот Бабки Просочились В 89 Легализовали Издевательство Закончилось Закончилось И вот Видимо Первые Вот эти Ресные Ходы Они Были Самые Трогательные Вот Когда народ Сам шел По себе Вот Когда можно Было Действительно Эти Не знаю И времен От язычества Послушать Вот эти Ночные Молитвы Когда Не было Это Что встали Построились Пошли Вправо Шаг Влево Считается Побегом Сели Отдохнули Поднялись Пошли Нет Вот уже Когда На жаре Мается Там Два Три Часа Народ И ждут Там Приезда Большого Начальства Из Ирова Чтобы Они Там Первые Мокнулись В водоем А потом Уже Началась Бесслужба Вот этого Не было Все Поэтому На первых Но если я Не прошел Пешком То я участвовал Ну В этом же Году Стали Немного Сдавать Позиции Перед Церковью Я упоминал Что В предыдущем Они пытались Там Передавать Письма Передачи Трифоновом Монастыре Они Ничего Это не удавалось Что ни в коем Ни под Им предлогом Ни в Их этих Ситуациях А тем не менее В 89 Здание Стела Раньше Принадлежало Обществу Слепых До этого Там вообще Была пивная Была библиотека Вот я помню Для слепых Был запущенный Такой Стел Деревянный Забор Какой-то Все А в 89 Году Было Здание Передано Под реставрацию С целью Создания Концертно-выставочного Зала Органной Музы И это С одной стороны Делалось Чтобы Ну мало ли Уже Может были И это Претензии Со стороны Католиков Католической Церкви А с другой Стороны Пытались найти Промисс тогда Что может быть И будут Пускать на Служение Там И прочее Да В 89 Году В Ирове Произошла Аннексия Что такое Иров Присоединил Нововятский район Присоединил Нововятский район Точно Город Нововятск Город Да Свободный Стал Частью Все рвались Состав Был Нововятск И район Ну ни то ни сё Ни рыба Ни мясо Это вот район А все рвались Состав Ирова Они говорили Что надо присоедиться Потому что тогда Появится Албаса И проведут автобусы К нам Вот Тем не менее Тогда Присоединение Это было для того Чтобы искусственно Увеличить Как бы численность Населения Кирова Чтобы догнать его До полумиллиона Там Полумиллионным городам Что-то И полагались Там дотации Определенные Большие Вот прицепили на Авятск А собственно говоря Очень долгое время Он как вот был Отдельно стоящим городом Он так и воспринимался Но все равно Никто не говорил про район Да и сейчас Не совсем к этому привыкли Хотя конечно Сейчас уже да Сейчас уже коммуникации налажены Все таки да Сейчас уже с трудом вспоминают Что в этом же году Было построено здание Школы номер 27 Вот дай бог Поймите где Я даже не знаю С чем мы поздравляем Эту школу И оборудована Логическая тропа В Заречном парке И она вот Наверное до сих пор Сейчас там уже как бы Новая тропа такая Потому что Тата уже зачахла Сейчас там снова Слава богу Начались эти работы То есть тропу сделали Я не знаю Та же самая она или нет Но очень долгое время Потом не было Да был такой энтузиаст Соловьев Из Кировеческого музея Который пробивал эту тропу И тем не менее было Ну и троллейбусное управление Оборудовало Ходячий троллейбус Тир Было Эфе детский троллейбус И на театр А тут и тир почему-то Вот надо же Была милитаризация Ну В принципе Вот говорили Что да У нас там Советское образование Самое лучшее в мире Мы готовим там специалист Ой вот В 89-й год Показал уровень Этого образования Особенно высшего Да По всей стране И в Ирове Тысячи людей По вечерам Прилипали Телевизором Да Появился Шпировский Да В 89-м году он стартовал Заряжал воду И все ставили Эти банки Бутыли Перед телевизором Потом К нему подключился Еще и чумак Чумак Ну Тот был еще проще Он вообще просто молчал Шпировский во время Чумака И тем не менее Люди имеющие Высшее образование Сидели от РФРТ И пытались Исцелиться Заряжали эту воду Пили Ну такое может быть А что говорить Вот Нет А ты что тогда Если человеку говоришь Давай встретимся там Вот не могу В это время В это время К Шпировске По телеку Как я могу То есть на самом деле Люди С реально С высшим образованием То есть они все бросали И шли к телевизору Потом еще образовался Это о Юрии Лонго Который вообще Оживлял по Ой не эфирам Но видимо Видимо надо было Отвлечь народ Вот от От этой От нищеты От дефицита От политики И поэтому Вброс был Такой сделан К тому же Тут же Вот раньше Тема не приветствовалась И даже запрещалась А появилось Немеряное Количество сообщений Вот в 89 году Об НЛО Пришельцах Терах и прочее Все тут бросились Даже Ну позже Стали появляться Отдельные газеты Которые выходили Имели большой успех В Ирове Вот ездили Я помню Что даже В Перми Была объявлена Аномальная зона И туда у нас Из редакции газеты Ездили в Пермскую область Люди Вот где якобы Там инопланетяне Высаживаются Но я не знаю Кто там Конечно Чем исцелился От этого Чумака Но А кто Не смотрел Чумака И Эшперовского В принципе Все равно Жаждали Зрелища Развлечений Несмотря на все И вот в 89 году Вот Было большое горе Для домохозяев Что закончился Показ первой Мыльной оперы Бразильского Сериала Рабыня Изауа Да Она в предыдущем Годе консортовала Первые серии Были вообще Показаны В севере 88 года Вот Тут все Тут весь Иров рыдал Над судьбой Сапильной рабыни Тут О боже мой Там Вот Я не знаю Телевизор был один На семью Это делили Кому-то надо Смотреть Рабыню Изау Кому-то О чем оно Мы смотрели 600 секунд С Невзоровым Смотрели Прямые трансляции Спортсъездов Динамики Там не партсъезд Там был Все народные депутаты Перестройки Он и рядом Не валялся В этом же году Вышел Фильм Сериал Гардемарины Надо же Вот надо же Пытаются снять Уже С пенсионного возраста Гардемаринами В этом году Пытаются снять Очередное продолжение Продолжение И в этом году У нас буквально минута осталась И в этом году Розия металла Рашен Вот Рематорий спел Свою безобразную Эльзу Это да было Мираж музы Она связала И браво Роль оранжевое лето Да На Влужники В этом же году В августе Приехала целая бригада Западных звезд Вспомни там Фестиваль мира Стаса Намина Где был и Бонжови Мотли Крю Ози Там Осборн Синдерелла Все что угодно И наш парк Горького Поехал в Америку покорять На фоне этого С экранов Не слезали Ласка в мае Маша Распутина Там Ну конечно Был популярен Тальков И начал Появляться Малинин Вот Конечно Мы очень В темпе Да По огромному Заполненному Событиями году Ну что делать Что делать Следующий будет Следующий уже будет Да 90-й год нас ждет На следующей встрече Жень спасибо А вас всех Особенно Женщин всех Да С наступающим Весенним праздником С 8 марта Мы вас любим Праздник Остается Несмотря на погоду И рано или поздно Все растает Солнце будет светить Цветочки Рассветут Удачи вам Успехов И оптимизма До свидания Сделано в ветке